это конечно не секрет но в целом у сенаторов совета федерации протекла крыша ну вот потекла у людей крыша вы что там значит крышей поехали да нет она у нас просто протекла началось заседание круглого стола посвященного истории совета федерации и значит спустя некоторое время после начала на улице пошел дождь крыш стал протекать значит президент московской торгово промышленной палаты пошутил что это покушение непонятно на кого выступавший в этот момент анатолий долголаптев который был вице-спикером со федом в 90-х даже пошутил что наши репутации не подмочить товарищи где он там правда товарищи нашел ну не знаю волк свиньи не товарищ что мертво умереть не может нельзя потерять то чего нету какая репутацию совета федерации в принципе осталось да учитывая что они на протяжении последних 30 лет делают все чтобы это репутация я не знаю а воспринималось как что-то смешное на что-то ироничное репутация там где уважение репутация это там 10 надежда какая-то где есть какие-то ну не знаю там минимальные хотя бы но уровне доверия да здесь же мы видим орган власти который был просто оторван от того что видят да и хотят и там мыслят себе избиратели и граждане в первую очередь потому что он обществом не формируется нету никакого никакого ощущения что сенаторы будут думать о мнении граждан в условиях того что граждане не влияет на их судьбу сенаторы назначаются губернатором и законодательными органами власти регионов то есть региональный парламент он от своего числа большинством единороссов себе соответственно человека туда выдвигать такая же ситуация с губернатором большая часть преобладающие практически все большинство представителей единой россии своих представителей в союз федерации направили кому эти люди будут служить они будут думать о том что рядовые граждане себе в голове там что-то значит на выдумывали каким образом да для чего это делать если главное чтобы губернатор был доволен главное чтобы единороссики в парламенте были довольны они и им служить и будут поэтому рассчитывать на то что репутацию нельзя подмочить но еще сильнее нын подмочить нельзя потому что ситуация доведена просто до абсурда в целом да кто-то скажет слушай ну какая мелочь да в совете федерации протекла крыша там ну какая-то коммунальная проблема да ее решат вот так вот по щелчку пальца в реальности если там проблема подобного характера что говорить про замкаде что говорить про муниципалитеты по регионы что говорить про обычного гражданина или там я не знаю какой-то социальный институт какое-то стальное учреждение школу или больницу если даже в совете федерации проблема с коммунальной сферы да но очевидно что все в том числе и на уровне высокопоставленных чиновников все есть процесс эксплуатации советского наследия да вот все что было создано в те годы все периоды да или там чуть чуть раньше ну соответствует она до сих пор как мочалка выжимается ведь но вот ничего не создали ничего не построили на себе казалось бы могли бы не экономить но они берут это просто в других формах они берут это валюты они берут это на карты или наличные в кассе они берут это через социальные институты и у них нет проблем со я не за личным жильем например да или служебным ведомственным жильем или машины на которых они каждый день передвигаются не ломаются и в этой части конечно там заложено гораздо больше чем крыша совета федерации а там где даже условно гипотетически какие-то средства на благоустройство или какие-то решения коммунальных вопросов выделяются там же тоже правил одни и те же там свои подрядные структуры с одними темы же аффилированными лицами и конкурсы все эти аукционы все эти сайты государственных закупок понятно каким образом распределяют эти ресурсы у общества вполне себе объективно и аргументированно выработан тезис о освоении бюджета им не нужно воровать эти деньги можно просто завысить этот конкурс до неэффективно не качественно его выполнить сэкономер там где нужно и положить в карман как можно больше в этом собственно и есть на тот курс то политика который сегодня проводится в том числе на уровне федеральных чиновников и вся страна увидев это кто-то посмеялся внутри отшутились осадочек остался осадочек только об одном говорит что ситуация но она конечно катастрофичная если даже у них есть проблема такого характера что говорить про детские сады что говорить про поликлиники что говорит говорит говорить про дворцы спорта по всей нашей стране и это все будет находиться в очень удручающем состоянии и вот износ этих основных фондов этих коммуникаций этих учреждений конечно приведет к катастрофе да к социальной техногенной к к тому что это будет выходить из строя и там где она протекла вроде бы смешно а там где отказали какие-то коммуникации да разморозили система отопления там соответственно все разведут руками просто под этим предлогом все это закроет ну не совет федерации им это не грозит да ну слушайте если совет федерации протекла крыша всегда же можно подставить стакан